Фасоль Фазеулус коксинеус Фазеулус вулгарис бывают разных типов, таких как кустовая фасоль, фасоль полувьющаяся и фасоль вьющаяся. Фасоль Среди обоих видов культуры встречается фасоль, которую выращивают ради целых стручков, таких как стручковая фасоль или ради ее плодов бобов, которые едят свежими или сухими. Фасоль Существуют и другие виды, такие как фасоль огненно-красная, фазеулус коксинеус, или тычковая фасоль, которая является вьющейся фасолью. Они имеют очень красивые красные или белые цветки, достаточно приспособленные к температурам ниже 25 градусов по Цельсию во время плодоношения. Вы можете различать эти две разновидности по морфологии стручков. Стручки сортов Фазеулус коксинеус являются более толстыми и грубыми на ощупь. Стручки сортов Фазеулус вулгарис тоньше и более гладкие. Опыление Цветки Фазеулус вулгарис являются обоеполыми, то есть они имеют мужские и женские органы в одном цветке. Они самооплодотворяющиеся и автогаммные. Однако существует риск перекрестного опыления насекомыми между различными сортами. Риск варьируется в зависимости от сорта. Чтобы уменьшить этот риск, оставляйте между двумя сортами кустовой фасоли расстояние не менее от 5 до 10 метров друг от друга. Между двумя разновидностями вьющейся фасоли допускается расстояние не менее 50 метров. И, наконец, между сортами кустовой и вьющейся фасоли оставляем минимум 10 метров. Чтобы сохранить максимальную сортовую чистоту в случае недостатка места выращивания, изолируйте сорта фасоли под противомоскитной сеткой. Позаботьтесь о том, чтобы установить сетку до цветения, во избежание любого перекрестного опыления. Цветок фазеолус коксинеус обоеполый, то есть один и тот же цветок содержит мужской и женские органы. Для опыления красноцветковой фасоли требуются насекомые, такие как пчелы или шмели. В то время как фасоль с цветками кремового цвета могут самоопыляться. Чтобы избежать риска нежелательного перекрестного опыления, оставляйте между двумя видами фазеолус коксинеус расстояние 500 метров. Можно сократить расстояние до 150 метров при наличии такого естественного барьера, как живая изгородь. Между вьющимся сортом фасоли коксинеус и вьющимся сортом фасоли вульгарис оставим расстояние в 300 метров и 50 метров для кустовой фасоли этих двух видов. Жизненный цикл Выращивание фасоли для семян производится так же, как и фасоли для потребления. Посев фасоли производится в прогретую почву. Субтитры создавал DimaTorzok Для стручковой фасоли лучше выделить часть растений для выращивания, для пищевого потребления, а другую для производства семян. Сбор урожая с растений, предназначенных для пищевого потребления, производится во время всего сезона. В то время как на растениях, предназначенных для производства семян, дадим всем стручкам дойти до полной зрелости семян, не трогая их. С другой стороны, если оставить только стручки, которые созревают в конце сезона, выбирается поздний характер сорта. Для сбора семян стручки должны быть сухими. Сбор урожая с некоторых сортов, особенно вьющихся, может растянуться во времени. В этом случае стручки будут собираться по мере созревания. У некоторых кустовых сортов все стручки подсыхают одновременно. Поэтому сбор урожая может быть осуществлен за один раз, срезая все растения. Если погода влажная или стручки не полностью высохли, их можно положить в хорошо проветриваемый ангар для завершения процесса сушки. Необходимо защитить их от насекомых с помощью сетки. Оставьте семена сохнуть на 2-3 недели после сбора урожая. Чтобы дать возможность семенам дозреть. Чтобы убедиться, что семена сухие, достаточно аккуратно укусить одно. Если следов от зубов не останется, семена полностью сухие. Извлечение, сортировка и хранение семян. При небольшом количестве стручков снятие шелухи, вышелушивание может происходиться вручную. При большом же количестве можно ударять по стручкам с помощью палки. Также возможно шагать по стручкам. После обмолота фасоль просеивают через сито, отделяя фасоль и пустые стручки, пропуская мелкие отходы. Пустые стручки останутся в сите. Чтобы удалить остатки отходов, фасоль нужно веять, то есть вентилировать. Можно дуть на них самостоятельно, либо с помощью вентилятора, либо небольшого компрессора. Во время сортировки удалите нетипичные бобы, которые являются следствием перекрестного пыления. Удалите также поврежденную, плохо сформированную или зараженную зерновкой фасоль. Фасольевая зерновка Акантуселидес оптектус – это мелкое насекомое, откладывающее яйца в бобах, на растении или же во время сушки семян. Чтобы легко избавиться от нее, положите семена на несколько дней в морозильник. Пребывание в морозильной камере в течение нескольких дней уничтожит личинок-паразитов. Всегда помещайте в середину пакетика этикетку с названием сорта, вида и года производства. Потому что иногда надпись на пакете может стереться. Пребывание пакета в морозилке в течение нескольких дней убивает личинок-паразитов. Семена фасоли имеют хорошую всхожесть три года. Эта продолжительность может быть продлена благодаря хранению семян в морозильной камере. Семена фасоли Семена фасоли